Девушки отдыхают А мы в принципе Начнем 32% проходить Ставьте чайочек, кофеочек А мы погнали, дружочек С вами Казуку Фэмэри Саны, Тяны, Куны Так, мы теперь тут Начинаем играть в этом В Ирландии Вот видим мальчишку А пока потрогаем канализацию Так Я потянул зюк на себя Но он был заперт изнутри Меню можно исследовать? Текстур Я хочу посмотреть меню Но мне не дают посмотреть меню Замурчательно Так Я попытался снять крышку Но она не поддавалась Ладно, окей Давайте с пацаном поговорим Че он скажет, да? Привет! Чего? Как тебя зовут, мальчик? Это кто мальчик? Это я мальчик? А сам-то ты кто, черт побери? Ха Давайте честно Я Джордж Толлард И я Дахарос У вас с головой Все в порядке, мистер? Несколько бутербродов Оставшихся после пикника Прекрати молоть чушь И скажи, как тебя зовут? Лям Маквайер Чего ты тут ошиваешься Около бара, а? Маквайер Я сбежал От папы Почему? Ты что-то натворил Да ничего я не натворил Ладно, малыш Рассказывай Что там у тебя произошло С твоим папой? О, сэр Он пьет В его чертову глотку Уходят все наши деньги До последнего Пенни А у меня больна мама Прикованная к постели И почти умирает Я хотел заработать денег Ей на лекарства Колол дрова от сумахуни Пока до крови нестер руки Старый скряга обманул меня Но все деньги, что он мне заплатил Я принес домой Посмотри, мама Сказал я ей Посмотри, твой сын принес деньги Заработанные своим потом и кровью Когда внезапно появляется папа И забирает все деньги Ого, да на эти деньги Можно хорошо погулять в Дублине Я поехал А ты пока готовься, когда я приеду Вот почему я сейчас здесь Что-то мне подсказывало, что он не до конца был со мной искренен По сравнению с ним Геккельбер и Финн был святым мальчиком Хм Окей Дай мне руку Отвали Да ладно тебе Я просто хочу показать тебе маленькую шутку Не пойдет, мистер Я не люблю шуточки Отец Махони сказал мне, что сгорю в аду Если буду откалывать всякие шуточки Я только хочу пожать тебе руку и все Ни за что Во как Окей Что ты можешь мне сказать об этом замке, Макуай? А что именно вы хотите знать? Ну, могу я пробраться как-нибудь внутрь? Нет Он закрыт Там живет кто-нибудь? Нет Разве что А что именно вы хотите знать? Да ничего, это я так Ты знаешь что-то о замке, только не хочешь говорить Я прав? Нет Что ты утаиваешь от меня? Тебя там что-то напугало Меня ничто не может испугать Ну да От слова почти, да? Ты не видел здесь парня, одетого как клоун? Здесь в Локмарне? Да здесь все одеты как клоуны Человек, которого я ищу опасный психопат О боже Это похоже на фильм, который я видел Там тоже был клоун И один парень видел, как этот клоун убил одного типа Он пытается объяснить шерифу, но ему никто не верит Потом, когда он залез в бочку, этот клоун начинает душить его цепью Мой бог Такие слова не пристало говорить маленькому мальчику Ты кого назвал мальчиком? Мне 25 лет Да правильно, тебе же не больше 14 Нет, это мне 25 лет Женат, есть автомобиль и трое детей Десять детей Если учесть всех жен Да, хороший фантазер Ты знаешь человека, которого зовут Пигрэм? Вы можете описать его, как это делают в полицейских сериалах? Он англичанин, археолог Я думаю, что знаю человека, о котором вы спрашиваете Ну? Не можешь сказать, где я могу найти этого Пигрэма? Нет, не могу, потому что сейчас его здесь нет Но если я увижу его, я обязательно его спрошу Ты знаешь, что Пигрэм делает в замке? Искал сокровища, золото и драгоценности, скелеты, как в фильмах Даю тебе последний шанс, по-хорошему, рассказать об этом замке Да? А что будет, если я не скажу? Я отведу тебя в школу, которую ты наверняка сейчас прогуливаешь О, там живет привидение Его зовут Лакмарнское привидение Гениально Ты не говорил мне, что веришь в привидений Мистер, я видел его собственными глазами В прошлый вторник ночью я забрался на стену, чтобы посмотреть, что там такое раскапывают Только я начал спускаться, как услышал этот ужасный шум Какой шум? Ужасные хрюканье и фырканье Точь в точь, как свинья старика у Брайана, только страшнее Этот звук шел изнутри замка Ты выяснил, что это шумело в замке? Не перебивай Я сидел на стене, как шелтай-болтай Луна была расколота и грязная, как старая тарелка Двор в замке заволокло туманом, в котором могло скрываться все, что угодно Я хотел пойти домой, но ноги меня не слушали Магия, магия Так ты видел призрака? Видел собственными глазами? И вообще, гибло это местечко? Я сел на задницу и ждал, когда выйдет из тумана луна Все там такое серое, раскрошившееся, покрученное, как старая ива И тогда я услышал этот шипящий и ужасный хохот Я так испугался и свалился с этой чертовой стены Бывает, бывает Я уверен, что имеется рациональное объяснение того, что ты видел в замке Вообще, это чертово место проклято Все, что ли? А ну подожди Ты видел когда-нибудь прежде этого человека? Какой скользкий тип Нет, я никогда не видел его Ну, ему вроде надо было фотку показать Так Ладно, еще увидимся Хорошо, мистер Блин, звук громкий, по-моему, в плане Так, по-моему Идешь перезаписать Тройку, что ли? Все, погнали, посмотрим, что там О, мужичок В сапожках А ну-ка Привет Вы говорите по-английски? Ладно А что, если я сказал бы нет? Прокрытие знания, облеченное в отрицание Поистине чудесный повод для парадокса Я продемонстрировал ему, каким совершенным был в 12 лет Когда собирался стать величайшим гипнотизером всех времен Он выглядел как убийца Ты что, пытаешься меня загипнотизировать? Или это у тебя запор? Я немного не в форме Так, хочу показать фотку Вы узнаете человека на фотографии? Нет, но я бы не доверял ему У него глаза посажены слишком близко друг к другу Ага Что вы можете рассказать мне о крепости? Не очень много, к сожалению Большая часть ее истории давно позабыта Ах, но если бы только эти старые камни заговорили Какие истории они могли бы рассказать? Истории, которые заставляют волосы вставать дыбом, а кровь холодеть Знаете, этой крепости уже больше 600 лет Неплохо, неплохо Вы видели профессора Пигрыма? Нет Он собрал вещи и ушел Может, вы знаете куда? Он опять уехал в Англию, я полагаю Иди Все что-то с вашей Ирландии сваливают, да? Сейчас я должен уйти Так Ну, остается только в паб зайти О, там даже на фоне скрипач играет Бывает Меня зовут Джордж Рад видеть вас, мистер Меня зовут Фиджеральд Вот и Фиджеральд, да? Вы узнаете человека на фотографии? Нет, я его точно не знаю Ха Странно Что вы можете сказать мне о крепости? Там ничего нет, одни старые руины Насколько старые? Я правда не знаю? Хотите выпить? О, нет, нет, я вообще-то не пью Я сижу на таблетках от нервов Одной пинты достаточно, чтобы потерять сознание Ха Вы знаете профессора Пигрыма? Он археолог, верно? Да О, как Вы работали на раскопках профессора Пигрыма Ха, кто это вам сказал? Хм Вы когда-нибудь бывали в крепости сами? Я там часто игрался ребенком Как-то один парень упал со стены, разбил себе голову и умер Больше мы туда не ходили И с тех пор вы там не были? Нет, не был Увидимся позже Это была часть полотенца, которая подкладывает под бокалы пива Привет, старый хрыч Чего? Ну и холодно же у вас там Я начал сожалеть, что сказал эти слова Что может быть противнее холода? Я поставил вопрос от суммахони Отец, говорю я Почему мы вынуждены постоянно терпеть эти сопли? И что он на это сказал? Он сказал, что это мне награда За те бессонные ночи, в которые я грешил Причем не со своей женой Козел в рясе В любом случае Это не просто нас Это сильная лихорадка Аллергия? Спасибо Вы не из полиции Правда? Простите? Полиция Нет Если бы вы были из полиции, я бы догадал Бывает Что это вы делаете? Это ожерелье, приятель О, конечно Из стальной проволоки? Ха-ха-ха-ха-ха Это же ожерелье для моей милашки Когда она почувствует это на своей нежной шейке Она будет моей Полностью моей власти Хе-хе-хе-хе Да, страшный чувак Могу я угостить вас пивом? Очень любезно с вашей стороны Но я не пью того пойла, которое разливает лари Оно какое-то не такое Я просто видел, как он его делает О, как Вы знаете Пигрыма, археолога? Этот худощавый прохвост Что, околачивался около крепости? Нет, я не знаю такого Ага, и фотка А, про замок Вы не можете сказать, как попасть в замок? Даже не думайте об этом Окмарнская крепость Она проклята Паренек на улице рассказывал мне о чем-то в замке Но я ему не поверил Ну и дурак Призраки меня не беспокоят Я все еще хочу посетить замок Вы не сможете Он закрыт для туристов А кто мне помешает проникнуть внутрь, а? Это правильно Не один человек, по крайней мере Вы когда-нибудь видели привидение? Своими собственными глазами Вы можете его описать? Оно было ужасным Такое маленькое чудовище С длинным клювом И большими перепончатыми крыльями Вы уверены, что это не было какое-нибудь животное? Кролик там или скунс? Или еще что-нибудь? Скунс? В окмарне? Это будет только тогда, когда... Нет, можете не сомневаться Это действительно было привидение Я думаю, что знаю, что вы видели на стене замка Я знаю, что я видел Я так не думаю Это был мальчишка, Магуайр Что? Это он сидел на стене в прошлый вторник А он вас принял за призрак Локмарна Оооо И все? Ну ладно Увидимся позже Так Как только старик отвлекся Я быстро схватил проволоку и спрятал ее в карман Так Так Вы, конечно, согласны подождать, пока оттуда выедет постояли Никаких проблем А когда он выйдет? Когда за ним придет полицейский Аааа Вы знаете человека по имени Пигрэм? Конечно знаю Вы, случайно, не его друг? О нет Я только пытаюсь выследить его Я тоже Этого сукиного сына надо посадить за решетку Так Пигрэм здесь остановился? Да Шесть дней Плюс сегодняшний завтрак Семь Вы недавно не обслуживали здесь клоунов? Нет Ты первый сегодня Первый клоун, что ли? Типа? Я бы хотел бокал пива, если можно Вы в первый раз пьете настоящее пиво? Ээээ Ну, пожалуй Где же, однако, настоящий Эль? Пива из натуральных ингредиентов И сваренное по древней традиционной технологии Оно не хранилось в закрытом виде или охлажденном И, наконец, оно будоражит тело и укрепляет дух Другими словами, оно вкусное и пенистое Ваши ноги не будут вас слушаться после первого же бокала Так, показать ему, наверное, визитку, да? Вам знакомо имя на этой карточке? Нет, а что, должен знать? Ааа, это долгая история Так Слушай, мне пора идти И с этими мужиками Привет, меня зовут Стобар Джордж Стобар Добрый день Что я могу сделать для вас? Так, про Пингрэма, наверное Вы знаете профессора Пигрэма? Знаю ли я его? Знаю ли я профессора лично? Нет Я имею в виду, что знаю, кто он такой Но лично с ним никогда не разговаривал Изи Вы знаете что-нибудь о раскопках, которые проводил Пигрэм? Только то, что он неправильно копал Вместо того, чтобы копать лопатами Заложил бы пару ящиков динамита и не мучился бы Это же раскопки, не добыча угля А между этим и есть какая-то разница? Понимаешь, Парк? Есть такая наука, археология С ее помощью изучаю, как раньше жили люди По предметам найденных в земле Когда-нибудь какой-нибудь археолог будет раскапывать наши останки Поразительно, мистер О'Брайан И что же они раскопают? Ну конечно же, не каменные топоры и наконечники стрел Картонные упаковки от битза И использованные презервативы, по всей вероятности Ну чувака есть чувство юмора Кто-нибудь из местных работал на раскопках? Я сам хотел туда устроиться Но этот мистер великий археолог Назвал меня нетерпеливым Какая наглость! Разве не мог бы я нарыть больше ям Чем все они вместе взятые? Так Ты не помнишь? Синфиджеральд работал на раскопках Хм Дайте-ка подумать Думаю, мне нужно немного прочистить свои мозги Так, выпить Могу я заказать вам чего-нибудь выпить? Конечно, можете Налейте чего-нибудь моему другу Кто? Дойль? Он приставал к вам, чтобы вы купили ему выпивку Позор, Патрик Ты опять за старое Сегодня только одну пинту, Майкл Пинту темного сюда Хе-хе Так, спросите Ну как, вспомнили? Что-то я такое припоминаю Да, вроде на прошлой неделе Я точно видел Фиджеральда на раскопках Сарава и студентов Он как раз говорил с профессором Ага Вы не можете мне рассказать о замке, что на холме? О, я о нём мало знаю Простите, лучше мистера О'Брайена Он как раз пишет о нём Вы случайно не из тех парней-историков? Нет О, нет Я здесь на каникулах Что это такое? Каникулы Патрик Так американцы называют отпуск Так значит, ты приехал в Локмарн отдохнуть? Да, здесь красивое местечко А откуда вы, мистер? Из Калифорнии Знаю я Вот откуда берётся манерность Ха-ха Да, да, дела Так Ну ладно, пока И чё, вторым мы тоже можем? Здравствуйте, меня зовут Джордж Тобар Приятно познакомиться Меня зовут О'Брайан Чем его луповать? Так Вы ничего не слышали о призраке? Более чем слышал Я его видел И хочу вам сказать Очень ужасное зрелище Так что это не только местная легенда Так что Локмарнский призрак действительно существует? О, нет Я говорила о призраке Озеры Чувак, блин Вы знаете Сина Фитчжеральда? Да, знаю А зачем он вам нужен? Я хочу задать ему пару вопросов о раскопках Не могу поверить Чтобы кто-то взял Фитчеральда на раскопки Да он даже марку на конверт наклеит как следует Не умеет Так, окей Что вы мне можете рассказать о замке, мистер О'Брайан? Он неплохо смотрится Не правда ли? Построил в десятом веке Большинство пристроек, конечно же Были построены позже Эти руины открыты для туристов? О, нет Это слишком опасно В любом случае Там нет ничего интересного Так, ага Вы мне можете рассказать о треноге, найденной в замке? Эта тренога сейчас является камнем преткновения И ее нашел один английский археолог А как звали этого англичанина? Профессор Фидеран Также зовут человека, который нашел драгоценный камень Вок Вы не знаете, где я могу его найти? К сожалению, вы опоздали Он что, умер? Не совсем Он уехал Только хочу добавить, что это больная тема для нашего хозяина Во как А чего это исчезновение Пигрэма так огорчило Бармена? Он потерял слитного клиента, вот почему Более того, осталась еще проблема неоплаченного счета Бедный Майкл рассвилипел по этому поводу И я его не ведю Ага Вы не можете еще что-нибудь рассказать о Бармене? Миккл Ри Он, как вы говорите, утонченная личность Проблема только в том, что его утонченность ограничивается аккуратностью использования туалетной бумаги Я никогда не задумывался, зачем он это делает Это для моего мозга слишком трудно Это так Вы когда-нибудь смотрели на двери с обратной стороны? Там выцарапан очень выразительный рисунок Вы знаете, куда уехал Пигрэм? Мне жаль вас огорчать, но я не журналист Он бросил якорь здесь ночью и перед рассветом отчалил Почему? Кто его знает? Угрызение совести или какое-нибудь секретное задание Во всяком случае, Оан Блокман больше не заявится Может быть сейчас наконец-то утихнет вся эта шумиха возле этого самоцвета И все снова будет как прежде Что вы мне можете сообщить о самоцвете, который нашел Пигрэм? Этот драгоценный камень нельзя забирать отсюда Человек должен быть слишком жадным, чтобы обладать ним А чего это тебя так интересует этот самоцвет? Ты же вроде не репортер Ммм, нет О, нет Слава богу за это Как я могу пробраться в замок? Понимаете, мистер Стоба? Его стены специально возводились для того, чтобы никто не мог проникнуть в замок Но если вы уж так сильно захотите туда пробраться То обязательно найдется какая-нибудь лазейка Окей, про тамплиеров, да? Вы когда-нибудь слыхали о рыцарях-тамплиерах? Конечно же слышал Удивительный орден Знаете ли вы, что они были основоположниками нынешней кредитной системы? Их финансовая империя простиралась от Атлантики и аж до Каспийского моря Их базы были во многих странах И поэтому они должны были установить какие-то единые финансовые отношения Таким образом, рыцари-тамплиеры были ничем иным, как кучкой банкиров Я и не знал об этом Так вы говорите, эти тамплиеры изобрели банковские кредиты? В некотором смысле, да Грязная уловка Их никто не пытался остановить? О да, они были арестованы И многие были заржены на костре Хорошо Они это заслужили, если они хоть немного похожи на моего финансового менеджера Кого как? До свидания Так, еще раз с пацаном что-ли поговорить? Мистер Фиджеральд? Ага, вот, появилась, да? Дойл определенно сказал, что ты работал на раскопках Он видел тебя там, почему бы тебе не признаться? Я знал, что этим все кончится Я знал, что застукают Мне надо переговорить с профессором Пигрэмом Он еще жив? Что вы хотите сказать? Он опасен? Да, и вы тоже, если я не ошибаюсь Вы не из службы общественной безопасности? Нет, черт возьми, с чего вы взяли? Но у меня были свои интересы, когда я работал на Пигрэма Я не провожу дознания, Финн Это дело твоей собственной совести Мне только надо поговорить с Пигрэмом о камне Но он сейчас не здесь Я знаю, но он оставил сверток у тебя, так ведь? Хм Так куда поехал Пигрэм? Клянусь, не знаю Пришел ко мне сегодня рано утром, сказал, что уезжает Сказал передать этот сверток какому-то марке Ага, могут Покажи мне сверток, Финн Я... я не могу Почему? Я пообещал профессору Так что, ты ничего не получил за труды? Так что же дурного в том, чтобы заглянуть в сверток Пигрэма? Вы не знаете этих людей, я не могу, я не смею Вот такая вот фигня, ребят Я последний раз прошу показать мне сверток, Фиджеральд Я был с тобой терпелив Но настало время взять тебя за задницу Но меня убьют Кто? Человек из Парижа, Джак Марке Пигрэм сказал, что если я передам ему пакет нераспакованным, то меня оставят в покое Но если я попытаюсь обмануть Марке, мне конец Ага, во как Я с Марке все улажу Отдай сверток мне Нет, почему я должен тебе верить? Я не знаю вообще, кому мне верить Лучше бы я вообще никогда не слышал о Локманском камне Эй, я только что видел, как красная Магуайр, проваливай отсюда Зайдешь сюда, когда подрастешь А чё вы этот пацан так кричит? О большой красной спортивной машине Она увезла Зина Фиджеральда Пошел вон Вот назойливый Может быть вы вынесете на улицу, не только Брэнди, продезинфицировать раны Ну да, разбежал-то, а кто мне за него заплатит? Не я И не я Так, смотрим, узнаем, наверное, что Я говорил правду насчет Фидзи, мистер Ладно, тихо Теперь спокойно расскажи, что произошло Я стоял здесь, как обычно Когда увидел, как этот красный спортивный автомобиль спускается с холма Я стоял после дома, когда увидел на холме красную машину Вау, какая крутая Фарари Я хотел подойти поближе И вдруг меня толкнул Рыжий, который вышел из дома И тут машина с бешеной скоростью помчалась на него и сбилась в ног Ещё раз без приятного электрощитов Подбежал, чтобы помочь Но тут дверь за машиной распогнулась и Рыжего бросили на заднее сиденье Я не мог поверить своим глазам Он был одет, как красный дьяволенок Угу Так В смысле? Подожди А сюда применить можно? Так, надо этому сказать о том, что сына увезли Так, сейчас Мужичку Мужик Привет Это опять я Я вижу И что теперь? Вы случайно не видели красную спортивную машину внизу на дороге? Я заметил, как мелькнуло что-то красное на холме и слышал рокот Конечно, это был жуткий шум Спортивные машины, вы говорите? Феррари, если точно Гоночная машина? Что же она здесь делала? Бедная машинка, должно быть, потерялась Хм Водитель Феррари был замешан в происшествии В самом деле? Да, он кого-то сбил возле бара Какой идиот? Как такое могло случиться? Он слишком быстро передвигался Так быстро, что попал прямо под машину? Я хотел сказать, что машина слишком быстро передвигалась Но этот идиот должен был слышать, как она подержает Может вы знаете олуха, которого сбил Феррари? Его зовут Син Фиджераль О, я хорошо его знаю Это мой племянник Идиот, который должен был загрузить телегу с сеном Он погиб под машиной? Нет, но его выкрали Какое облегчение Облегчение Вы будете искать своего племянника? Зачем? По вашим словам, уже слишком поздно Вы можете сообщить о случившемся в полицию? Лучше не надо К тому же, что они могут сделать? Хорошо, но они же могли организовать розыск У них один единственный велосипед на всех Если говорить о скорости, я бы поставил на Феррари Логика офигенная простого мужика Я думаю, вы должны знать, что Син попал в... Я не уверен, что хочу это знать Но вы же его дядя Плоть от плоти, кровь от крови Вы правы, но что я могу поделать? Если я не буду стеречь сток Какой-нибудь идиот может попытаться влезть на него Какая моральная дилемма Стоять здесь и сторожить эту обреченную сельскохозяйственную конструкцию Или отправиться на поиски блудного племянника, человека, ответственного за оную Надо это обмозговать Зачем? Что за проблема? Вы правы Почему я раньше об этом не подумал? Мы развалим сток Сэээ Чтобы пойти искать Сина, нет нужды разваливать сток Я постерегу здесь за вас И предупрежу, если кто-то по глупости вздумает залезть на него Чудесно! Я собираюсь начать свои розыски в баре Он зашагал в направлении бара Макдэвида Оставив меня созерцать сток с Сеной Ага Так, изучим Вот это Я попытался поставить шестеренку на место Но ее крепко заклинило Бывает Так Че, пацан, еще новенькая, ничего не сможет сказать, да? Эй, Макуайо, чего? Хотя У этого дьяволенка на щеке был шрам? Я не увидел У него на лице была какая-то идиотская маска Вы спецагент? Жаль тебя разочаровывать, парнишка Но я не спецагент Да Да Ты Джеральд ничего не обронил, когда его сбили? Я не видел Все случилось так быстро Может быть, пакет был где-то отсюда Так Посмотреть можно Ладно, мы еще увидимся Хорошо, мистер В тротуаре был люк Да-да, я это понял, давай Я потянул люк на себя Но он был заперт изнутри Ага, вот как Так Так, что с этим, что ли, поговорить, с мужиком? Простите Да, сэр Так Визитку, да? Посмотрите на мою карточку О, господи Я ее уже видел Не понял А Можно еще бокальчик? Конечно, сэр То же самое? Да, пожалуйста Как его делают? Это тайна мастеров пивоваров, сэр Каждый барель с любовью разливается в древние бочки Их обвязывают самыми крепкими пеньковыми веревками Затем опускают в подвал Чтобы там оно настоялось И приобрело тот самый необыкновенный вкус Подобно манне небесной Мне жаль, но, кажется, сломался насос Я могу его починить Я так не думаю Здесь нужен мастер-электрик Да, по крайней мере, посудомойщик еще работает Да, не лучший день Ну, еще раз визитку покажи Все дело в том, что я электрик Посмотрите сами Ну, разве это не чудо? Да и вообще, здесь вся проводка нафиг не годится Ну вот ты, электрик с пластиковой карточкой И займись ею Хм... Я сначала хочу посмотреть, на что вы способны Прежде чем раскрывать свои пивные запасы Можешь начать с посудомоечной машины Когда закончишь, не посмотришь, что там случилось с насосами? Так, окей Я заменил кусочком провода сгоревший предохранитель Я знал, что это было опасно Но никакого другого пути починить штепсель я не видел Так что пришлось на время забыть о мерах электробезопасности Извините, мистер Лэри Я починил вашу посудомоечную машину Бинго и хвала всем святым Бокал пива этому человеку за счет заведения Хорошо, а ты не можешь сейчас взглянуть на насосы, качающие пиво? Могу, конечно, но не даю никаких обещаний Если ты их не сможешь починить, у меня здесь поднимется настоящий бунт Насосы находятся в подвале, правильно? Да, там где-то внизу еще фонарик должен боляться Окей, ребятки, идем в подвал, да? Так, вот этот кран он регулировал этот Я дернул за рычаг и услышал скрип металла Но больше ничего не случилось Так, мы пока ничего сделать не можем, да? Так, это сейчас мы можем открыть канализационный люк, да? Я поднял крышку люка И снизу сразу потянуло застоявшимся духом прокисшего пива Я посмотрел вниз на каменный пол Нет, слишком высоко Извините В моем кишечнике появилось противное ощущение Которое я испытываю, когда играет какая-нибудь опера Это был хан У вас проблема? Вы не видели, что здесь случилось пару минут назад? А что случилось? Тут произошел несчастный случай с одним человеком Ничего не видел А мальчик? Он тоже ничего не знает Мальчишка? Ну вы знаете эти сельские общины? Ограниченный набор ген Притока свежей крови нет? Я молил бога, чтобы Магуайр не открыл случайно рот Парень пострадал? О нем позаботятся Но он уронил небольшой пакет Вы не находили его? Если бы нашел, то он непременно отнес бы в полицию Ну конечно Спасибо Эй, Макуайр Чего? А У него ничего нельзя короче сказать Ладно, еще увидимся Хорошо, мистер Что, попробуем забраться на плуг Так, да Сток доставал почти до вершины стены Даже если бы я вытянулся До стены все равно не достать Что бы мне пригодилось Так это немного микстуры из книги Алиса В стране чудес Ха Бывает Я вставил конец ключа в проем И надежно закрепил его там Он остался торчать в стене Выступая и образуя ступеньку Окей, давай Так 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 Хм Веревка, к которой была привязана коза Запуталась в старом плуге Так Так И что тут у нас Посмотрим Погрузив свои пальцы в порошок Я понял Что это было Парижский гипс В детском садике Я делал на нем отпечатки звериных лап Понимаю Так Отсмотрим эту хрень Я не мог поставить статую на место Она упала в песок Поднять ее нужно Когда я сдвинул камень вправо То заметил, что на песке остались отпечатки отверстий Так Нужно гипсом насыпать Погнали Я сыпал гипс до тех пор, пока отверстия не заполнились Так Окей Осматриваем это Я засунул пальцы в отверстие на стене Ничего не произошло Так Возвращаемся назад Вниз Сюда Так И нам нужно взять фонарик Теперь, когда стало видно Я легко обнаружил фонарик Мистера Лэри Ага Потом я заметил отблеск света Просачивающийся из-под открытой дверцы Это был камень Пигрэма Большой, необработанный голубой кристалл Я находился под воздействием его чар Нашел его? Что? То, что искал Эээ, да Слушай, Маквайр Лучше, если ты будешь держать язык за зубами Нет проблем Вынеси лучше бочонок пива Ни за что Ты еще молод Мы можем получить кругленькую сумму, если продадим его Забудь об этом, парень Я не могу обмануть доверием мистера Лэри А я могу Этот старый пень того заслуживает Если хочешь оказать мне услугу Последи за тем типом в костюме Окей Но это обойдется в пакет чипсов И сразу кричи, как только увидишь Феррари Во как Так, откроем, наверное, воду Кран крякнул, каркнул, кашлянул и харкнул в струей сжавой воды Хм Я подержал полотенце под краном, пока оно не пропиталось водой Валим 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 Великий, блин Этот, блин Конококодец Так Это в смысле, блин, быстрей Давай Гипс быстро впитал воду Отлично Я поднял с песка кусок гипса Снизу он был точной копией статуи Так Втыкаем сюда и посмотрим, что будет Тяжелый гипсовый слепок надежно вошел в пять отверстий Послышался легкий щелчок И тишина И открылась дверь В Хогвартс Это был большой голубой кристалл Угу Угу Так, один и три, да? Погнали, чё Монфасон Интересно Вечером в Париже Ага Ага, теперь мы играем за эту За Бавенку, да? За Бавенку мы играем Так, проверим тогда телефон, да? Подожди, ты не хочешь, а проверите Ааа, вот эта вещь Чуть-чуть, да, блин У меня есть сообщения, которые ждут, чтобы играть У меня есть три сообщения Эй, Коллард, это я, твой любимый эдитер А, понимаешь, что? Я тебе даю вторую шанс Я требую, чтобы кто-то писать в ТВ-колуме Паркает ловко, так что новое? Если ты интересен, отправляйте в офисе В фактах, drop by the office anyway Мы должны поговорить, Нико Эта история о вашем, я спекал Это не будет уйти Ты сделала какие-то опасные враги Эй, Нико, это твой старый пар Я имею в виду, ваш новый пар Геордж О, Ирланд Это совсем другая страна И я имею какие-то отличные новости Гемовая история, в факт О, о, оттого Да, феллах здесь У меня есть утром У меня для меня Увидимся завтра, Нико Слаунша Да, только здесь за день И я говорю линго О, о, о О, о О, о О, о Когда это произошло, Емельдер был там с лучшими. Я не дала ей ничего, но я не мог бы просто дать ее умереть. Я приехала, чтобы находиться в Палей-Ройал-кортирке. Я только надеялся, что я умерла здесь. Я должен был осознавать Емельдер, чтобы было слишком поздно. Окей. Я умерла первое. О, надо трос отсоединять, да? Я умерла второе. Даже с двумя тросом, статуя осталась вверх. Так. Но все, наверное... Если я мог бы это деконструировать, я мог бы деконструировать все. Поднимайся наверх. Так, что у нас тут есть? А, вот этой... Патроном вырезать, да? Умно. Заходи. И будем входить в комнату, да? Но, скорее всего, мы сейчас не успеем, да? Та ё... Красота. Да. Боже мой! Я слишком поздно! Ну да! Умельдо! О, нет! Нико? Не траспорта, у тебя всё будет всё. У вас как бы что-то не правда. Это была Мерлин, была ли она? Дредной формой кавалера. Что-то будет так. Ты пришел в пределить меня, не ты? Я должен быть лупой. Я тебе видела тебя, Нико. Хм. Так, что там у нее? Ожерелье. Бери. Уходим. А, я знаю, от чего ключ. Я вспомнил, от чего ключ. Тот самый маленький ключ. О, нормальный трек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Ага, вот фотка и письмо Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Как-то так. Какой вид-то? Я выпивал в компании Дойла еще парочки типов. Что-то у тебя сегодня такой нездоровый вид. Ты хоть спал вообще? Не слишком много. Пришлось делить комнату еще с одним типом. Он храпел? Едва ли. Он был мертв. Потом Лерри поднял меня среди ночи. Помочь вычерпывать воду из подвала. Он был затоплен? Да. Какой-то идиот не закрыл вентиль. Так ты говоришь, Пигрим исчез. Без следа. Но я не совсем напрасно потерял время. Камень Пигрима. Камень Тамплиеров. Кем бы ни был Жак Марке, он будет разочарован. Жак Марке? Человек, который должен был забрать камень у Фиджиральда. Какие у тебя планы? Хотел бы я знать, где, кто или что такое Монфосон. Чем следовало бы заняться? Так это узнать имя и изображение человека, который висит. Так, а что там? Дай-ка еще раз взглянуть на манускрипт. Что на манускрипте мы могли... Профукать. Это вроде бы... Ничего. А что, обязательно надо просмотреть? Смотри. Смотри. Этот парень... Ага. Это ж... Но в отражении... Рыцарь с хруста... На свитке рыцаря мое учение... Какие у тебя планы? Хотел бы я знать, где, кто или что такое Монфосон. Чем следовало бы заняться? Так это узнать имя и изображение человека, который висит. Угу. Так. У нас уже, в принципе, глава седьмая, да? Я не могу сидеть весь день здесь. Как бы мне этого не хотелось. Окей. Не забудь заглянуть в Лабино, в музей Крун. А почему бы тебя не зайти и не узнать? Не слышал ли Роса чего-нибудь? Окей. Что еще я могу для тебя сделать? Может, пройтись по магазинам, зайти в прачечную? Позаботься лучше о себе. Ха-ха. Окей. Джордж кос 난 полуа. Продолжение следует, в чем я понял. Оно, мне стремится. Но я знал, что я никогда не мог. У моего рода в Фридене от Африкат должен быть веки всегда. Его благословие только для Корректор, и для меня. Реевама власть бы замерзать его память, о чем-то революция. Люди взрослые его свойства и превращаться. Только Before long, он был великий и Каншан-то был хмот 왕. Я знаю, как это делают. Я же журналист. Здравствуй, Джордж. Что, сейчас будет повторяться, что ли? Какие у тебя планы? Хотел бы я знать, где, кто или что такое Монфосон. Чем следовало бы заняться, так это... Я не могу сидеть весь день. Окей, а почему бы тебе не заняться? Окей, что еще может пройти... Позаб... А, понятно. Я просто думал, что можно по улице Парижа пройтись, но, видимо... Нельзя. Это печально. Ну, поговорим тогда с полицейским. Чего уж это делать-то? Сержант Моэ? Да? Так... Я хочу заявить о нападении. Да, Мсье. Кто же пострадавший? Я пострадавший. На меня напала пара головорезов. Понятно. И где же имело место упомянутое нападение? Возле отеля Юбу. Меня остановили, когда я выходил из него и обшарили мои карманы. Можете описать подозреваемых, Мсье? Один похож на гориллу, второй на хорька. Их зовут Хорточка и Гвидо. Отлично. На этот раз они попались. Я был одним из последних людей, видевших погибшего перед смертью. Что вам до него? Я чувствую себя как-то обязанным перед ним найти убийцу. Предоставьте лучше это властям, Мсье. Он разговаривал с вами? Говорил вам что-нибудь? Нет. Он только кивал головой и улыбался. Пусть это вас не волнует. Идите домой и постарайтесь забыть о случившемся. Вы не знаете человека по имени Хан? Скользкий тип, со шрамом на левой щеке. Нет, Мсье. Он еще называл себя Томас Мойерлин. Прошу прощения, Мсье Стопбард, но я такого не знаю. Он имеет какое-то отношение к взрыву кафе? Да. Думаю, имя Хан он использовал, когда покупал костюм. Ага. Не узнаете человека на фотографии? Нет, Мсье. Это человек, взорвавший кафе. Клоун. Он ничем не похож на клоуна. Он снял костюм и стер грим. Тогда его ничего не связывает с убийством. Ничего? Только взгляните в эти убийственные глаза. Хм. Этого маловато для такого обвинения. Ха-ха. Вы не слышали о человеке по имени Марке? Да, слышал. Он известен как Моле Монмартра. Я слышал, он госпитализирован, вероятно, одним из конкурентов. Ага. Так. Я знаю, кем был убитый. Его звали Плантарт. Вот как? Вы его знали? Нет, но... Мы будем знать о нем все. Очень скоро. Я стараюсь оказать вам помощь. Вы поможете нам больше всего, если отправитесь домой, Мсье. Ага, о как. А в какой он больнице лежит? В клинике Хагенмейера, авеню Дерриссон. Хм. Все рассказал. А почему его называют Моле Монмартра? Потому что он живет на Монмартре, я полагаю. Да, но почему Моле? Не знаю. Может, он портил людям одежду. Логика, ну ладно. Увидимся позже, сержант. Ну. Вот и больничка, да? Ха. Врач. Привет, меня зовут Джордж Стобарт. В самом деле, если вы хотите получить назначение, обратитесь к секретарю. Я ищу парня по имени Жак Марке. В каком он работает отделении? Он не работает, он пациент. Ах так. Вы отдаете себе отчет, что следует строго придерживаться приемных часов? Бывает. Это важно. Мне позарез нужно поговорить с Марке. Мы не делаем исключений. Это дело жизни и смерти. Хорошая репутация этой больницы тоже дело жизни и смерти. Поэтому мы соблюдаем правила. Логично. Думаю, должен предупредить вас, что Марке не тот, за кого себя выдает. Объяснитесь. Есть тут такая лига кретинов, задумавших перевернуть весь мир. Чепуха. К тому же опекуны Марке уплатили вперед за одну из самых шикарных наших комнат. Хм. Вы знаете, кто нанял Марке? Нет, конечно. Спасибо за помощь. Понятно. Простите. Да, сэр? Это клиника Хагенмейера. Именно так. Мне показалось, что я оказался посреди сада. Ох, растение. Это была моя идея. Немного зелени, чтобы пробудить дух природы. Чем могу быть полезна? Ага. Так. Посмотрите на эту визитку. Так вы, Майрлин? Марке спрашивал вас. Меня? Да. Он выкрикивал ваше имя, когда его сюда запихивали. Дайте подумать. Ага. Он был помещен в В-12, насколько я помню. Ох, его перевели в... О, боже! Он теперь в G-2. Это? Под надзором няни Грэндель. Ага. А ну-ка. Какое несчастье случилось у няни Грэндель. Она стержит пациентов так, будто это южноамериканская тюрьма. Не вижу ничего преступного в том, чтобы держать хорошо дисциплинированную няню. Хорошо дисциплинированную, в дисциплине и способах наказания она даст фору маркизу де саду. Все, что я хочу сказать все вообще, должно делаться строго по правилам. Шесть часов подъем, шесть десять, зарядка и горе тому, кто недостаточно усерден. Эти ее пациенты прямо как собаки Павлова. Она разговаривает как настоящее привидение. Это еще что? Ха-ха. Если няня Грэндель в самом деле так плоха, как же администрация ее терпит? Она как элемент обстановки. Картина постепенно вырисовывалась. Эта женщина была ревнива с большой буквы Р. Ха. Где я могу сейчас найти нянечку Грэндель? Низ по коридору налево, потом направо мимо комнаты старших консультантов. И снова направо мимо кофейного кресла. Медведь как раз пошел мимо администраторской сауны. И снова налево, наконец, это G2. Успехов! Класс. Спасибо за помощь, мэн. Всегда рада. Ммм. Как только я зашел за угол, как сразу увидел источник адского шума, который эхом разносился по коридорам. Это был полотер, за которым шествовал странного вида человек. Полотер, ты меня называла. Эээ, здравствуйте Что-что? Я говорю здравствуйте А, салют Можно вас на минутку? Я так и знал, что вы это скажете Не надо быть таким догадливым Как бы плохо не шли дела, я никогда не сдаюсь на милость судьбы Да? А в чём ваш секрет? Это просто Нужно всегда улыбаться и насвистывать весёлый мотивчик Знаете что? Если вы начнёте свистеть, я дам вам зубы Это серьёзно Вы не видели здесь двух типов, шныряющих по коридорам? Нет, сэр, но я не вижу повода для беспокойства Да, мистер Блеск, вы позаботились об этих негодяях? Да, держу пари Таким другом я никого не боюсь Должно быть, он очень удобный Да, он такой Хм Не знаете, где найти пациента по имени Марке? Нет Мистер Блеск не даёт мне интересоваться такими вещами Кстати, мистер Блеск, это случайно не ваша машина? Пожалуйста, не говорите так! Он не машина, он мой друг Мистер Блеск у меня уже три года и ещё ни разу не подводил Как вы могли так привязаться к палатёру? Я же просил вас не называть его так У него есть имя, вы же знаете Ах да, мистер Блеск, это прямо как... Кажется странным, не правда ли? Мне всё равно Остальной персонал считает меня чокнутым Я слышал, как они шептались за моей спиной, когда я чистил мистера Блеска Ха Увидимся позже Да Берегите своё здоровье Полотёр включался в эту резетку Окей Полотёр включался в эту резетку Эй, туда нельзя А как сюда войти? Я несу ответственность за этот буфет Окей, а теперь можно отсоединить, да? Когда я выдернул штепсель из резетки, машина закашлялась, дёрнулась и затихла Мистер Блеск Что с тобой, приятель? Ну Быстрей Ты серьёзно будешь Ждать Наконец-то он оделся Ура Привет, меня зовут Джордж Стобар Да, сэр Рад встретить вас, сэр Можешь называть меня Джордж Ты уверен? Да, так меня зовут А меня Бенуа Но все зовут меня Бенни Бенни? Да, я подхватил это прозвище ещё ребёнком Оставь его себе, Бенуа Вы знаете что-нибудь об этой няне из G2? Нет, сэр Я здесь первый день Я не могу ждать, пока со всеми перезнакомлюсь Я имел в виду, что пора пообщаться со своим первым пациентом, сэр Я не имел в виду, что избегаю знакомиться с няньками Замолкни, Бенуа Окей, сэр Ха-ха Так Увидимся позже Хорошо Теперь разговариваем, наверное, с ним По сути Простите, сэр Ах, вот как Простой человек Ты должно быть новенький Ммм, да, должно быть Так кончай бродить и займись делом Бенни, иди-ка сюда, мой мальчик Это Бенуар, мой племянник Можете присмотреть за ним? Ага Он только что из медицинской школы Не успеешь оглянуться, как он станет настоящим доктором Держу пари Покажите ему обстановку Пусть увидит подлинное страдание Так, мужик-то договорил Добрый день, доктор А, привет Это палата G2? Да, сэр Пациенты готовы к осмотру, доктор А, спасибо, няня Вам потребуется это, доктор Она одарила меня длинной узкой металлической коробкой и сияющей улыбкой Спасибо Посмотрите на пациента с кровати номер 3 Его зовут Эрик Сокмарш Ага Не содержится ли у вас пациент по имени Марке? Да, мсье В отдельной комнате в конце палаты Ему предписана строгая изоляция Разве он в карантине? Если вы хотите знать больше, обратитесь к Геру Хакенмейеру Я знаю только то, что его комната строго изолирована Вы не знаете, кто заплатил за комнату Марке? Нет, конечно Такое привилегированное состояние должно быть влетает в копеечку А то не моя забота, мсье Ага Спасибо, няня Au revoir, мсье Так, ага Эй, Бенуа Да, сэр Возьмите этот жгут Спасибо, сэр Что я должен с ним делать? Ну, не сломайте его, пока я что-нибудь придумаю Так Окей Идем со мной, Бенуа Следую за вами, сэр Ага Здравствуйте Есть кто живой? Кто вы? Мое имя доктор Стобард И я намерен вывести вас на тернистую дорогу к выздоровлению Доктор Монро говорил, что это неизлечимо Вы слишком много времени проводите в постели Вы уверены в своей квалификации? Поверьте мне Так Как вам няня Грэндель? Эффектная молодая леди Эффектная? Она разговаривает как вакуумный насос Я не жалую Женщина в регистратуре описала ее как настоящее чудище Ну это просто неправда Немного строговато, но это же ее работа, верно? В таком месте необходимо поддерживать дисциплину Ну да Что вы можете рассказать о Марке? В том человеке из отдельной комнаты В ней лежал я Пока меня не вышвырнули, как паршивую собаку Так, ребят, я сейчас приду Секундочку, подождите, ребят Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! 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 И сейчас на просмотр! И сейчас на путешествие в Ирландию! Что мне делать с камнем? Передай его великому магистру! Как можно быстрее! Скажи ему, что я нашел треножник! Здесь, в Париже! Он у тебя? Еще нет! Но о нем позаботятся! Я нанял пару ублюдков, склонных к мелким кражам! Не гвидали с порточкой случайно? Ты их знаешь? Что до Клаузнера он вернулся в Сирию в погоне за диким гусем! А в Сирии есть гуси? У него есть теория о местонахождении! На сегодня достаточно, месье Марки! Что вы здесь делаете? Разговариваю с этим пациентом, разумеется! Месье Марки мой пациент! Услышал бы об этом Герхагенмейер! Хорошо, я ухожу! Все, что мне нужно было узнать о Марке, я уже узнал! Вот вы где, сэр! Вас-то я искал! Я починил ваш измеритель давления! Спасибо, Бенни! Что за шум? Такое впечатление, что у кого-то разрыв сердца! Все в порядке! Там с ним доктор! Вы уверены, что это был доктор? Да, месье! Он показывал мне визитку! Доктор Брайл! Здесь такой не работает! Это самозванец! Дверь закрыта! Помогите, офицер! Оставайтесь на месте, господа! Вот и все! Не успели мужичка спасти! Так, в квартире Нико смотрим! Здравствуй, Джордж! Так, рассказывай! Я нашел Жака Марке! Он в состоянии разговаривает? Да! Он разговаривал до самого последнего времени! Он мертв? Да! Хладнокровно убит уже доктором! Какая мерзость! Какой сволочью надо быть, чтобы выдать себя за доктора и прикончить умирающего человека? Это хан? Нет, я не знаю, кто это был, но наверняка не хан! Он удрал через окно! Так... Ты когда-нибудь слыхала о Хаше Ашинах? Нет! Марке говорил, что это его самые заклятые враги! Его самым заклятым врагом был лжедоктор! Не напоминай мне о нем! Этот человек был ужасен! Дикие, вылупленные глаза, как у мертвой рыбы! Никогда больше не поверю докторам! Хм... Понимаю, да... Думаешь, это ассасин убил Марке? Вряд ли! Он мог прикончить его еще и в первый раз! К тому же, Марке узнал бы его? Его накачали транквилизаторами! Он не узнал бы и четырех апокалиптических всадников до тех пор, пока они не представятся! Хм... Хм... Да... Так, теперь нам музей остался, да? Музей, музей, музей... Поговорю-ка я еще раз с этим чудаком! Которым? Россо? Или сержантом Муэ? Или ты имеешь в виду Андрея? Я сообщу тебе о результатах! Ага... Так, че там у нас где? Кафе... Рюжари... Полицейский участок... Музей Крун... Ага... Вот и музей... Ага, вот и сам... Музей... Че, поговорим сначала с этим? Прошу прощения, вы не Андре Лобино? Да... Это я... Хотите автограф? Нет, спасибо! Мне говорили, что вы могли бы помочь! Помочь? Меня зовут Джордж Стобарт! Каково ваше профессиональное мнение? Ну... Ладно... Черт... Так... А ну-ка... Имя Монфасон, говорит тебе о чем-нибудь? Конечно! Это было самое ужасное место в Париже до самой революции! Общественный туалет! Монфасон, место казни тысяч людей! Мрачное светилище смерти с рядами арок один над другим, и в каждой выставлено на показ отвратительное зрелище! Обрывки гниющих тел, болтающиеся на свистающие веревки, пока вороны склевывают с них плоть! Это объясняет вид повешенных! Я нашел упоминание о Монфасоне в одной ирландской деревушке под названием Локмарн! Локмарн! Это не там, где Пигрэм вел раскопки! Именно там! Ага... Но он прекратил их еще до моего приезда! Так... Ты хорошо знал Пигрэма? Не очень... Встречался с ним на конференции... Эээ... Хотел поговорить поподробнее, до времени не было... Когда это было? Этим летом... В июле, кажется... Ага... Меня интересует твое мнение о манускрипте! Серьезно? Он у тебя с собой? Нет, он слишком хрупкий, и к тому же есть некоторые люди, которые ни перед чем не остановятся, чтобы наложить на него лапу! Как увлекательно! У тебя есть копия текста! Он короткий, только несколько латинских фраз! У меня есть надежда, что ты поможешь разобраться в рисунках! Не видя манускрипт... Тяжелая задача! Скажи мне одну вещь! Что обозначает образ двух людей, скачущих на одной лошади? Тамплиеров, рыцарей храма! Что? На манускрипте стояла печать тамплиеров? Я бы хотел взглянуть на эту вещь! Ха-ха! За манускриптом приглядывает мой друг! В Париже? Да! И даже неподалеку отсюда, если на то пошло! Дай мне адрес, и я непременно зайду, чтобы взглянуть! Не все так просто! Надо сначала посоветоваться с ней! Приятельница? Да, она женщина! Ха-ха! Это подруга, у которой манускрипт? Ах да, анонимная подруга! Она живет в доме 61 по Рюжари! А-а-а! Я ее хорошо знаю! Забегу при первой же возможности! Ха-ха! Так, еще раз о Монфосоне спросим! А где располагался Монфосон? На северо-востоке, возле канала Святого Мартина! Старую виселицу снесли во время революции! Ага! Так, треножник! Думаю, ты знаешь, что треножник собираются выкрасть! Локманский треножник? Нет! И тем не менее, могу дать описание похитителей! Еще до того, как это произошло, я слышал, как они планировали акцию! Пустая трата времени! Треножник защищен сложной сигнализацией! Хорошо! Но я тебя предупредил! Так, еще раз треножник! Почему бы тебе не спрятать треножник у меня для большей сохранности? Потому что тогда я больше его не увижу! Ты мне не доверяешь! Это не вопрос доверия, Джордж! Этому треножнику сотни лет, и он очень хрупкий! Понял! Ха-ха! Так, теперь узнаем о тамплиерах очень интересные факты! Можешь рассказать мне о тамплиерах? Конечно, могу, Джорджи! Солдаты, дипломаты, купцы, монахи, банкиры! Кого ни назови, тамплиеры были повсюду! Величайшая сила Царства Христова – Гвардия Христа! Да... А откуда взялось название? От здания, в котором развещалось их начальство. Королевство Иерусалимское выделило им часть мечети на Храмовой горе. Там располагался когда-то древний храм Соломона. Члены ордена сперва назывались Рыцари Храма, а позже Тамплиеры Храма. Ты просто кладись информации, Андре! Рад услужить, Джорджи! Угу... А как они разбогатели? В их ряды был постоянный приток новых членов, многие из благородных семей. Они должны были нести священный обет бедности, целомудрия и послушания. Так что их деньги, имущество и земля переходили в собственность ордена. Тамплиеры вскоре владели землями во Франции, Шотландии, Англии, Испании, по всей Европе одним словом. Бедные рыцари Христа стали могущественнейшей силой в его царстве. Синь богок! Правда, что сокровища Тамплиеров так и не были найдены? Кто знает? Мы так мало знаем о прошлом. Даже если их и нашли, то не стали предавать это огласке. Что ты имеешь в виду? Тамплиеры стали такой же легендой, как и Артур, король бриттов. До сих пор встречаются люди, утверждающие, что тамплиеры все еще существуют. Думаешь, это возможно? Нет, не на йоту. Хе-хе, а теперь про ассасинов. Ты никогда не слыхал о хашашинах? Конечно слыхал. Радикальная мусульманская секта, чье название стало синонимом убийства. Синона образовалась в XI веке в Персии, незадолго до крестовых походов. Примерно, когда и тамплиеры. Да, они дали нашему языку новое слово – ассасин. Синь. А откуда пошло название? Из легенды, окружающей их обряд инициации. Юношу, желающего присоединиться к секте, окуривали гашишом, пока не начнутся галлюцинации. Он вдруг оказывался в изумительном саду, где было все, что только душе угодно. Свежайшая вода, изысканные блюда, ества на любой вкус и, конечно, девушки. Не в сказке сказать, не пером описать. Круто. Может, знаешь адресок? Я еще не закончил. За этот глоток рая надо было заплатить. Ну и чем же? Угу. Угу. Ну и обращение PhilISH, кинжалом и гримом. А потом великий магистр секты называл имя Врага Аллаха. И они не останавливались ни перед чем, чтобы его устранить. Правильно мыслишь. Они были бесстрашны и безжалостны. Культ ассасинов сохранился до сих пор, посмотри вокруг и сам скажи. Их, вот как. Спасибо тебе за помощь, Андре. Всегда рад. Так Пардон, пардон Да, Мфи Не-не-не-не Спасибо за помощь Не ты нужен, мужик Угу Пора закрывать, Мфи Лобино Уже как короток день Для меня более чем достаточно Я жду не дождусь Когда можно будет прийти домой И расслабить ноги Эх, друг, до завтра Спокойной ночи, Мфи Хм Хватит балдеть, недоумок Шевели своей задницей И посвяти сюда Престо 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 Что за Кто здесь Надо выбираться отсюда Хм В квартире, Нико И я проснулся В полицейском участке Хорошо, что удалось Убедить Росса В моей невиновности Бедный Джордж Какая жалость Я все Испортил Я так не думаю Ты отлично сбил С толку этих двух жуликов Да, но убийца Скрылся вместе с треножником Нет Он не скрылся Не он один может Ходить в клоунском костюме Ты хочешь сказать Это ты украла треножник Черт побери, Нико Я сражен Эти гаврики Чуть не перестреляли друг друга Я хотел бы быть посвящен В твои планы Мы же действуем сообща А как ты ухитрилась Народиться Как кошка в пантомине Не сердись, пожалуйста Джордж О, тысяча чертей Не называй меня Джорджик Я правда думала Что ты обрадуешься Но в конце концов Мы же раздобыли треножник Хм Так А кстати Мне нанес визит Андре Лубино А, да Надеюсь, ты не в обиде Что я дал ему твой адрес Нет Совсем нет Было так мило Снова его увидеть Он был на седьмом небе Когда я показала ему манускрипт Нечасто он так увлекается Он сделал набросок Рыперского креста Чтобы взять в музей Думаю, он установит семейство Которому принадлежал крест Надеюсь, что так Так Я лучше вернусь К расследованию Ага Вот У нас открылась Новая локация Монфосон Рыжере Участок Крун Вот и Монфосон Так Можно, наверное, с клоуном поговорить По сути Эй Ты с шариками Да Ага Как вы научились жонглировать? Жонглировать? Что такое жонглировать? Это ты Ты жонглируешь Стало быть, ты жонглер Нет Я эквилибрист Эквилибрист? Что это такое? Бог мой Эквилибрист Это артист Магистр Антигравитации И аэробалетных мистерий Столетия назад эквилибристы Содержались при королевских дворах Европы Остроумные образованные люди К которым монархи обращались В трудную минуту Минутку? Позвольте ко мне Наши враги у границ Чума Опустошает землю И крестьяне бунтуют Благодарение Богу У нас есть чак-эквилибрист Что пораскинет своими шарами Мне так не кажется Ха Жонглирование не кажется таким уж сложным Ах, не кажется? Не кажется? Может, хотите попробовать? Можно Будьте моим гостем Ха Я не имел понятия, что делать Но этот был, очевидно, полным идиотом Так что вряд ли это слишком сложно Но это было куда тяжелее, чем казалось Ха Впрочем, это было в моем духе Нарываться на насмешки незнакомцев Ну что, приятель, все не так просто? Нет, пожалуй, нет Так Привет Да? Что на этот раз? Подумайте Красный нос Так вы клоун Клоун? Скорее тогда вы экквилибрист На минутку мысль проскользнула где-то в уголке моего сознания Но ускользнула до того, как я обратил на нее внимание Так, подожди Подумайте Красный нос Так вы клоун Клоун? Скорее так На минутку мысль Но ускользнула Ага Я найду вас позже Скоро в армке Так, поговорим-то даже с этим Жандармом Что скажете об этом красном носе? А-а-а-а Вы клоун? Я похож на клоуна? Нет Хотя и жонглируете, как они А быть клоуном забавно И совсем не оскорбительно Что вы хотите сказать? Вы когда-нибудь видели клоунов в обычной одежде? В этом что-то есть. Вы хотите сказать, что если бы я жонглировал, нацепив красный нос, то стал бы комедийным героем? Но если без носа... То имел бы патетический вид. Дамки, именно так. Так, что ещё с ним можно сказать? Разве вам не нужно регулировать движение и всё такое? Вы видели движение у Парижа? Нет? Да? И что? Я могу регулировать движение, особенно опасное в этой части Рима. Или греться здесь на солнышке. Наслаждаться архитектурой и этим плохоньким савиньоном. Что бы вы выбрали? Но я же не полицейский. А как же чувства долга? Отличный вопрос, Мсье. Хм. И всё. Надеюсь ещё увидеть вас здесь. Да, Мсье. Я всегда здесь. Так. Ага. Привет. Да? Что на этот раз? Я хочу попробовать ещё раз, если можно. Вы что, прошли курс поживания? Нет, но я, кажется, понял, в чём дело. Хм. Позвольте продемонстрировать. Шарики, пожалуйста. Ну, если вы настаиваете на окончательном разгроме, Мсье. Прибегнем к моему секретному оружию. Жонглёр, казалось, онемел от ярости. Его можно было спутать со статуей мимо. Без единого слова он собрал свои шарики и ушёл, кипя от злости. Эй, вы забыли один шарик! Эй! Но он не слышал. Разочарованный тем, что его лишили любимого развлечения, жандарм решил, что, может быть, стоит немного понаводить порядок. Хм. Так. Теперь можно открыть, по сути, люк. А люди, походу, стоят, да? Бывает. Так, куда её прицепить эту? Так, осмотреть. Мы тут, получается, спустились. Стена осыпалась, и если что и было на ней записано, то давно стёрлась. Бывает. Так. Надпись трудно было прочесть, но я разобрал тамплиеры и что-то насчёт невиновности. Так, ладно, хорошо. Так, пробить эту стену можно. Настало время грубого насилия. Вай, она пустая. Я проделал дыру в исторической достопримечательности. Если бы поблизости были археологи, они бы меня отлинчевали за это. Внутри был спрятан какой-то механизм с рукояткой в центре. Ага. Так. Крюк лежал посреди цепи. Пошло. Потайная дверь была зажата. Я не смог пролезть в щель. Давай. А, он догадался? Догадался. Так. Ага. Я дёрнул дверь на себя, но она не открывалась. Бывает. Так. Так. Начало будет концом. Концом, устроенным нашими врагами, начинается наша тьма. Конец будет началом. Конец наших врагов возвещает начало нового дня. Докладывайте. Армия разваливается. Конец холодной войны лишил её определённых целей и сделал очевидной мишенью для бюджетных сокращений. Мы успешно посеяли в высших эшелонах мысли об измене. Они чувствуют, что политики бросили их на произвол судьбы. Пророчества сбываются. Пророчества сбываются. Наш час настал. Хорошо. Мамзель. Правительство уделяет корпорациям больше внимания, чем собственным гражданам. Нарастает подспудный ропот недовольства и диссидентства. Корпорации становятся слишком большими и сложными для управления собственными служащими. По всему миру разрастается слепая вера в рыночные силы. Сеньорес. Пророчества сбываются. Наш час настал. Сфера широких масс тех, кто им управляет, никогда не была так низка. Мы внушили идеи мгновенного действия взамен планирования во всех основных правительствах. Они принимают поспешные решения, которые нельзя не довести ни до конца, ни отменить, не попадая в глупое положение. Пророчества сбываются. Наш час настал. Отлично. Усталое старое правительство умирает мельно смерти от собственной некомпетентности. И наши манипуляции. Профессор. Где сломанный меч? Как мы уже обсуждали, с потерей манускрипта наши поиски, как следствие, пробуксовывают. И как мы обсуждали тогда же, вам выделили неумеренно возросший бюджет. Куда вы деваете наши деньги, профессор? Мы разрабатываем версию, что тамплиеры, то есть наши, так сказать, предшественники. Продолжайте. Так что же с тамплиерами? Должны были оставить следы, когда припрятывали меч Бахомеда. У меня небольшая группа историков и археологов, отыскавших концы. Надеюсь, эти ваши историки и археологи заслуживают большего доверия, чем ваш приятель Пигрен. Пигрен был лоялен. Он пытался обезопасить локмарский камень, когда появился Хашашин. И ничего не вышло. И не называйте этого сирийского маньяка Хашашином. Он ассасин. Просто убийца. Он не верит во все это. Он думает молчать. Ничто надо напоминать вам о нашем священном долге. Доверие. Когда Филипп попытался уничтожить орден, мы потеряли меч, а с ним и нашу силу. Теперь у нас есть возможность перековать его. Но времени мало. Нужны результаты. Они пустые прерывания. И предлоги. Теперь вы, профессор, Бафомед? Да, конечно. Мои извинения. Мы найдем Бафомеда имидж с манускриптом или без него. Мы нашли еще один элемент прямо здесь, в Париже. Отлично. Что это? Ммм... Мы еще не вполне уверены. Ха. Но над этим работают мои лучшие люди. Критиковать других всегда легче, Экланд. По крайней мере, я не прикончил никого из наших. Конечно. Этот тип в госпитале был уже доктором. Марке был лоялен. Экланд действовал по моим указаниям. Прошу прощения, Великий Магистр. Я не имел в виду... У вас есть для нас приятные новости, профессор? Мы знаем уже три элемента. Мы знаем, что Клаузнер раздобил линзу перед тем, как исчез. Где он находился? В Сирии. Мы знаем, что он туда отправился и все. Ассасин. Боюсь, что так. А жаль. Он был хорошим оперативником. Это наша последняя личная встреча до того, как будет найден меч Бафомета. Надеюсь, мне не надо напоминать, насколько это важно. Без него все наши старания напрасны. С перекованным мечом мы сможем сломить любое сопротивление. Во время следующей нашей встречи мы будем князьями этого мира. Ого. Так. Уплыли, ребятки. Так. Ага, вот смотрим. Надо поставить треножник. Ножки треножника точно подошли к ямкам на пьедестале. Ага. И останется... Свет, падающий сверху, преломлялся в камне и разделялся на пять тонких лучей. И каждый рейт выбрал литер. Начиная с левого, я мог читать... М-А-Р-И-Б. 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 Оставалась самая малость. Выясни, что бы это значило. Хм. Так, в квартире Нико. Нико, я видел их. Кого? Тамплиеров. Я подсмотрел их встречу в катакомбах. Ты видел рыцарей храма? Я видел целую компанию людей, разряженных пантамплиеров. Они ищут какой-то меч Бафомета. Там был же доктор, который убил Марке. Манускрипт — это ключ, как мы и думали. Он указывает путь к сломанному мечу, где бы он ни был. А как во всем этом замешан ассасин? Он намерен остановить их. Эти неотамплиеры — люди, занимающие влиятельные позиции. Понимаешь? Блантарт был одним из них. Ассасин убил его из-за манускрипта, чтобы помешать поискам меча. Но теперь манускрипт в наших руках. Да. Как же они собираются найти меч? Не знаю. Они говорили что-то о Линдзе, человеке по имени Клаузнер, который поехал в Сирию, но, похоже, не понимали значения самого места своей встречи. Понимаешь, когда они ушли, я обнаружил каменный пьедестал и надпись, вырезанную в камне. Я поставил камень на треножник, прямо под луч света. Камень расщепил луч и высветил буквы. МАРИБ. МАРИБ — это деревня в Сирии. Тогда нео-тамплиеры нас опередили. Меня привел туда Клаузнер. И не думай ехать туда сам. Почему бы и нет? Эти типы безумны и опасны. Мне кажется, лучше оставить камень здесь. Окей. Что с треножником? Пошли его обратно, Андре. Анонимно. Так, хорошо. Значит, это не нужно. Стоит мне поехать в МАРИБ? Как думаешь? До Сирии далеко, Джош. Хм-хм. Такс. Я так понимаю, что нам в Сирию валить, типа, да? Так. В этот МАРИБ. Несколько часов спустя. Сирия МАРИБ. Мг. Мг. Кодик тоже прикольный. Так. Я думаю именно на этом. Так, четверка, наверное, да? Да, наверное, четверка. Я думаю на этом эту часть стрима завершить. Было интересно. И мы узнали про заговор в больнице и про тамплиеров. Какой цели они добиваются. Так что, в принципе, спасибо, ребятушки, за просмотр. За то, что смотрели, ставили лайки, не забывали про колокольчик, приглашали друзей. Я надеюсь, вам интересно. Я надеюсь, вы понимаете, почему мне был этот интересный квест. А финал не за горами. Скоро, 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 скоро будет финал первой части. Так что, с вами был Казаку Фэмори, ребятушки. Всем всего хорошего. Всем добра. И оставайтесь с нами. Будет еще интересные игры. А всем, наверное, удачки. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok